Если занятия греблей на байдарках и каное в нашей республике только набирают обороты, то маунтинбайк имеет давние традиции. В Старице Чувашии стартовал чемпионат и первенство России по велоспорту маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Основные претенденты на медали это воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 7 имени Валерия Ерды. В стартах приняли участие 327 спортсменов из 22 регионов страны. Сильнейшие велогонщики боролись за 10 комплектов медалей в 5 возрастных группах. Одним из организаторов гонки кросс-кантри с выбыванием выступила специализированная детская-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 7 по велосипедному спорту имени Ерды. Решили проводить эти мероприятия у нас в Боксарах. Это уже связано с тем, что у нас все-таки спортсмены высокого класса, особенно женщины. 17 человек, учащихся нашей школы, входят в кандидаты сборной команды России по маутинбайку. Чемпионка недавно прошедшего в Москве престижного международного турнира Кубок Этеры Ирина Калентьева пополнила свою копилку очередной медалью высшей пробы. С большим преимуществом опередив соперников на дистанции. Для Ирины Калентьевой, воспитанницы Чебоксарской школы имени Ерды, победа на чемпионате страны стала 11-й в ее спортивной жизни. А завершить свою блестящую карьеру наша прославленная спортсменка планирует на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Я думаю, тяжелее выступать где-то за рубежом, потому что если я несколько раз уже прочувствовала, что на родной земле это все равно. Если даже ты уставшая во время гонки, не едется и так далее, все равно вот эта мотивация, что у тебя родные здесь стоят, родители стоят, она как бы все равно дает силу. Я думаю, здесь намного, конечно, лучше. Надеемся, на будущих Олимпийских играх в Лондоне наши девочки займут хорошие призовые места. Для этого у нас есть все возможности. Сейчас по федеральной программе, на федеральные деньги у нас строится Чебоксарь единственной стране, вообще единственной стране впервые, центр развития маутенбайка. То есть получается такая возможность появляется еще, готовить больше выдающихся спортсменов. Кстати, по итогам первенства России, сильнейшие спортсмены в составе сборной страны будут защищать цвета российского флага на чемпионате мира в Норвегии.